Привет, это канал ListenIt и сегодня мы слушаем статью «Технология блокчейн простыми словами» от автора Сидбе, который написал эту статью на сайте dnsshop.ru. Спасибо автору за статью, ссылка на статью, конечно, будет в описании к видео. Технологии распределенных вычислений и децентрализованного хранения информации были представлены еще в 90-х годах. Однако слово «блокчейн» стало известно лишь недавно, когда некий Сатоши Накамото показал, как эти технологии можно использовать для устройства новой финансовой системы. Так в 2008 году появился биткоин, а вместе с этим началась история развития блокчейна. В 2021 году популярность этих технологий оказалась настолько высока, что стоимость того самого биткоина уже превышает 40 тысяч долларов за штуку. Если этим феноменом заинтересовался такой крупный игрок как Tesla, то почему бы и не приобщиться к технологиям простым пользователям? Давайте же разберемся на пальцах, что такое блокчейн, децентрализованная сеть и криптовалюта. Ну а перед тем, как мы начнем, хотел бы посоветовать вам классный телеграм-канал на IT-тематику, который называется Digital Media. Там автор канала публикует различные интересные материалы на IT-тематику и делится своим опытом работы в IT, и публикует разбор разных IT-инструментов. Например, есть очень классный цикл публикаций по скраму. На нашем канале, кстати, тоже есть хорошая статья по скраму. Так что подписывайтесь на Digital Media, и ссылка на канал в Телеграме, конечно, будет в описании. Длинное и сложноватое определение блокчейна вы всегда сможете найти на Википедии. Но это не всегда понятно и доступно простому человеку. Поэтому попробуем разобрать тему на части и узнать, что к чему относятся в этих непонятных деблях криптографии. Давным-давно, когда еще не вышел 10-й iPhone, жили Роман и Антон. У Романа было несколько способов передать денежные средства Антону. Передать наличные средства самостоятельно, то есть Роман переходит к Антону и лично передает деньги. Или использовать услуги третьей стороны, то есть Роман передает деньги банку, почтовой службе или курьеру, которые передают деньги уже Антону. Обычно третья сторона – это целая совокупность инстанций и сервисов. Поэтому мы имеем цепочку посредников, схема работы которых находится под грифом секретности. С одной стороны, это полезно в целях безопасности. Даже если мы зайдем в банк и попросим рассказать технические детали нашего перевода, никто этого делать не станет. С другой стороны, безопасность легко превращается в незащищенность. Не зная технических подробностей, остается лишь слепо доверять банковской системе и надеяться, что третьи лица окажутся добросовестными ребятами. Дело в том, что, превращаясь из бумажных в электронные, деньги не меняют свои формы. Актуальные системы просто формируют цифровой код, зашифрованный в нем информацией о типе валюты, ее стоимости и количестве, чтобы передать ее от одного хранилища другому. Физически бумажное подтверждение ценности остается на руках пользователя или в сейфе банкомата. Другими словами, Роман может найти терминал, предложить ему наличные денежные средства и получить их у себя на карте или отправить Антону. Мы привыкли так работать и считаем это безопасным способом перемещать деньги. Но с появлением блокчейна теория безопасности принимает новый оборот. Как работает стандартная банковская система переводов? На специальных компьютерах хранится вся информация о клиентах, операциях, имена, фамилии, отчества, адреса приживания, номера лицевых счетов и так далее. Нет, это не база данных КГБ, просто мы сами даем разрешение на обработку этой информации, когда регистрируемся на сайте. И это одна из брешей безопасности, которую блокчейн легко устраняет. Когда Роман переводит деньги Антону через банкомат или онлайн-банк, он так или иначе делает запрос в эту базу данных, в реестр, где программное обеспечение проверяет некоторые условия. Достаточно ли у Романа денег, чтобы переслать их Антону? Откуда они появились у Романа? А не занимался ли Роман нелегальным заработком? И заплатил ли он со своей зарплаты налог? Еще много проверок, которые производятся программным обеспечением банков. После того, как системе безопасности все понравилось, у Романа списывают необходимую сумму и зачисляют на счет Антона. Это привычная система и она централизована. Здесь есть свой регулятор, органы управления, но самое главное, в системе есть обслуживающий персонал, без которого ничего не будет работать. Программисты, аудиторы, операционисты, бухгалтеры, руководители и еще два десятка должностных лиц, с помощью которых вся эта система функционирует косвенно или прямо работает с переводом денег от Романа к Антону. Это следующая брешь безопасности, которую блокчейн тоже закрывает. Так что же такое блокчейн и как это работает? Еще совсем недавно все расчеты производились наличными деньгами. С развитием всемирной паутины изменился и способ передачи ценностей. Сегодня в эпоху распределенных вычислений и автономных систем в сети стало удобнее и безопаснее работать с помощью новых технологий. Например, блокчейн, где информация двигается между различными людьми без участия обслуживающего персонала, а также минуя централизацию, где существует вероятность, что вредная ошибка в коде программного обеспечения поможет хакеру забрать деньги или ценную информацию. Вот основные принципы блокчейна. Децентрализация, безопасность, открытость, неизменность, распределенность, защита, прозрачность, доверие и взаимодействие без посредников. Начнем с того, что блокчейн, переведем это как блок, переводится как блок, чейн это цепь. Это децентрализованная база данных, которая предназначена для хранения последовательных блоков с набором характеристик, таких как версия, дата создания и информация предыдущих действий в сети. Аналоговым примером его структуры представляется бесконечно длинная металлическая цепь, в которой нельзя разорвать или поменять местами звенья. А еще цепочку блокчейна можно представить как книгу с возможностью добавлять страницы. Каждая новая страница пишется в режиме онлайн, а остальные нельзя отредактировать или удалить. Основное движение в такой системе происходит с помощью транзакций. Во время транзакций может выполняться какой-то скрипт, либо прописываться некая заметка с данными. То есть слово транзакции не равно денежному переводу и скорее обозначает способ обработки информации внутри сети. Помимо основных данных, каждый блок имеет уникальный набор параметров. Nones, то есть number that can only be used once, число, которое может быть использовано один раз. Хэш предыдущего блока, хэш текущего блока и список транзакций. Чтобы лучше понять как устроены переводы внутри сети, снова представим страницу книги, где есть такая информация. Олег перевел Никите 100 долларов, Вася перевел Хуану 300 песо и Никита подтвердил пополнение счета на 100 долларов. В пределах одного блока может храниться несколько тысяч таких записей. Когда память в блоке заканчивается, он закрывается, подписывается и переходит на новый блок в виде хэша или отпечатка. Хэш это некий набор символов, несущий в себе уникальный отпечаток. Он формируется исходя из того, какие транзакции и в каком количестве хранит в себе каждый блок. В процессе обработки транзакций постоянно проверяются хэши, после чего словно по пирамиде система поднимается к следующему хэшу, где подтверждается целостность и верность всех предыдущих кодов, чтобы блок закрылся. Если вдруг кому-то захочется добавить себе в кошелек пару сотен долларов без подтверждения со стороны остальных участников сети, то такая транзакция будет считаться неверной и перезапишется теми хэшами, что хранятся у большинства узлов. То есть если изменить хоть один байт, хоть одну точку, запятую или ноль, то итоговый хэш изменится, и блокчейну придется проверять все эти суммы заново для того, чтобы понять, правда это или ложь. Из всего этого можно сделать вывод. Сеть состоит из блоков, которые можно менять здесь и сейчас, пока они не закрылись. Все записывается в виде транзакций с информацией, которая шифруется как хэши и постоянно хранится в сети в каждом последующем блоке. Если что-то изменить и не найти этому подтверждение у большинства участников, то такие изменения просто не применятся, а блок будет считаться невалидным. Простыми словами, в системе больше не получится подделать документы задним числом, как бы этого не хотели даже сотни человек, если общая цепь контролируется миллионами участников. Отсюда и название – блокчейн. Это все работает по цепочке, последовательно и непрерывно. А кто же такие майнеры и зачем они нужны? Мы уже говорили, что основной фактор безопасности заключается в добросовестности третьих лиц, тех, кто занимается обработкой информации. Как у банковской системы, у блокчейна есть свой обслуживающий персонал, но это не люди, а программный код, установленный на системах с нодой, то есть сетью блокчейна, то есть на компьютерах, которые поддерживают сеть блокчейн. Другими словами, с помощью майнеров. Для того, чтобы провести операцию в блокчейне, необходимо ее создать и поместить в Mempool, некую область, где хранятся все транзакции, которые в данный момент хотят совершить люди в блокчейне. Что делают майнеры? Они подключаются к Mempool и начинают обрабатывать всю очередь. В глобальном смысле это работает так. Система узнает о всех транзакциях в Mempool, обрабатывает их, записывает в блок, высчитывает хэши и переходит к обработке новых заявок. Чтобы подтвердить валидность, то есть правильность блока, майнеру необходимо предоставить решение в сеть, которое проверяют другие майнеры, и если все хорошо, и большинство участников принимают результат вычисления хэша и блок, считается правильным. Или нонс. Давайте разберемся на жизненном примере. За круглым столом сидят 10 человек. У них есть 5 слов, из которых нужно составить предложение, которое может быть единственно верным из всех вариантов, которые можно придумать. Так, один из участников составил предложение первым и записал его на бумагу. После того, как все закончили задание, полученные предложения сравниваются. Так получилось, что первому участнику удалось составить верное предложение, и остальные семеро подтвердили, что у них получилось то же самое. Только один участник предоставил другое решение, но так как он является меньшинством, а его предложение отличается от остальных, этот вариант из 5 слов считается недействительным и выкидывается системой. Выходит, для подтверждения настоящей информации, в сети нужно договориться, чье решение подходит всем участникам в сети. Этим и занимаются криптовалютные майнеры. Именно поэтому в момент появления блокчейна началась гонка за производительностью распределенных вычислений. Ведь чем больше у майнера вычислительной мощности, тем быстрее и больше информации он обработает в сети. Соответственно, как и банковский персонал, майнеры получают вознаграждение за свою работу. Это и есть основная причина, по которой все стремятся принять участие в добыче криптовалюты. Децентрализация и распределенность. Мы уже выяснили, что для поддержки сети требуется постоянная и непрерывная работа нескольких мощных компьютеров. На сегодняшний день блокчейн обладает самой большой вовлеченностью вычислительных систем на планете. Даже такие гиганты, как Google, Amazon и Apple не могут соревноваться с этой сетью по мощности. Чем больше людей использует блокчейн, тем мощнее и безопаснее он становится. Участником сети может стать каждый. Достаточно установить официальный кошелек и загрузить полную ноду к себе на диск. С этого момента компьютер станет полноправным узлом в сети. Например, у одного человека на компьютере стоит копия блокчейна. Есть еще один компьютер, на котором есть одна копия блокчейна и таких десятки тысяч по всему миру. Если какой-либо злоумышленник захочет взломать систему и нарисовать себе миллион, мало того, что ему придется пересчитывать все эти блоки самостоятельно, ему еще придется сделать это в каждом компьютере на каждом узле. А это, конечно же, невозможно. Система полностью децентрализована и не имеет управляющих узлов. И с каждым днем таких узлов становится все больше и шансов на взлом все меньше. В централизованной системе вся система хранится на сервере, и если с ним что-то произойдет, можно попрощаться с ценными данными. В случае с централизованной системой злоумышленникам также проще найти уязвимость, чтобы атаковать главные компьютеры. Это может быть простая брешь, программная безопасность или безответственная работа сотрудника безопасности банка. Такой большой вопрос безопасности можно решить только с помощью такой же большой сети. А под эти критерии как раз подходит система блокчейн, где каждый блок с информацией копируется одновременно на тысячи устройств, безглавенствующих в структуре систем. Теперь немного про транзакции в блокчейне. В отличие от банков и электронных счетов, где для работы требуется слишком много конфиденциальной информации, блокчейн не требует от пользователя ничего. Для работы понадобятся лишь два ключа, которые система выдаст при регистрации. У каждого человека, желающего принять участие в блокчейне, есть свой публичный ключ, которым он подписывает транзакцию. Как бы замыкает на ключ и пишет «Отправить Васе». А также приватный ключ, которым он может открыть посылку, которую ему прислал Вася обратно. Публичный ключ – это некая фраза из цифр и символов, доступная к просмотру всем желающим. Если провести аналоги с биткоином, то публичный ключ – это номер кошелька, который можно отправить кому угодно для перевода средств. Приватный ключ – это самое ценное. С помощью него подписываются все транзакции в пределах личного кошелька, а поэтому его нужно хранить в конфиденциальном месте, например, как пароли от онлайн-банков. Как же это работает? Например, у Романа и Антона есть кошельки и приватные ключи. Роман пишет Антону сообщение «Привет, Антон». Шифрует его публичным ключом Антона и отправляет в сеть. Теперь Антону, чтобы прочесть сообщение Романа, нужно подключиться к сети, найти адресованную ему транзакцию, дешифровать все это своим приватным ключом и прочитать послание «Привет, Антон». Все, что зашифровано приватным ключом пользователя, любой человек может расшифровать при помощи своего публичного ключа, но не открывать. Так можно узнать информацию по каждому переводу и по каждой транзакции счета. Система полностью прозрачна и в то же время анонимна, ведь никакой личной информации о человеке ключи, кошельки и блоки не хранят. Биткоин – это не деньги. Мы привыкли считать, что биткоин – это какая-то разновидность валют и денег. На самом деле понятия баланса в блокчейне нет. Все потому, что блокчейн – это не записная книга. Обратимся к примеру на картинке. Роман только что создал пару ключей. Роман просит у Антона 100 баксов. Антон спрашивает у Романа публичный ключ. Роман передает публичный ключ Антону. В блокчейне создается транзакция для публичного ключа Романа. Держи 100 баксов. Роман хочет передать 50 баксов Марине. В блокчейне создается транзакция для публичного ключа Марины. Антон мне дал 100 баксов. Я хочу 50 баксов из них передать тебе. А 50 баксов вернуть себе обратно. и подписывает ее своим приватным ключом. Понятно, что блокчейн собирает всю информацию о движениях Романа, Антона и Марины, а затем передает это в виде транзакции в мемпул блокчейна. А там все как по инструкции. Майнеры подхватывают информацию, считают хэши и подписывают блоки, чтобы поддержать сеть и получать вознаграждение в виде комиссии, которую ребята заплатили во время своих переводов. Блокчейн и его применение. Биткоин – это не золото и не деньги, обобщенный и удачный пример работы децентрализованных сетей, где каждый может стать участником и следить за честным исполнением всех событий. Стоимость таких технологий нельзя считать оправданной или наоборот недостаточной. Здесь все как в настоящем фондовом рынке. Если продукт хороший и правда что-то из себя представляет, то и цифровой актив прибавит в капитализации и стоимости. Если наоборот, проект считается провалом. Вот примеры использования блокчейна. Выборы и голосование, недвижимость, медицина, страхование, закупки, документооборот, логистика, продажи, ипотечное кредитование, транспорт, сельское хозяйство и множество других. Конечно, все, что связано с блокчейном и монетами, пока что является сильно волатильными инструментами, которые порой не подвластны даже очень крупным игрокам на рынке. И все потому, что основной объем инвестиций в этой сфере делают обычные люди, а не профессиональные игроки с Wall Street. И все же, несмотря на сложность и непонятность некоторых вопросов в этой индустрии, многие уже понимают ценность, удобство и безопасность децентрализованных технологий. Каждый день появляются новости о том, как государства внедряют инновации в привычные для людей сферы. Например, учатся отслеживать подлинность паспортов здоровья с помощью блокчейна, а также разрешают проводить регистрацию ценных бумаг с помощью децентрализованных сетей. Вот важное замечание. Безусловно, криптовалюты связаны с блокчейном, но блокчейн может спокойно существовать и без них. Стоит понимать, что криптовалюта может и не выжить в этом суровом мире, особенно если регуляторы большинства стран не примут ее. Технология блокчейн же продолжит жить и развиваться как современная удобная технология будущего. С биткоином или любым другим проектом децентрализованные технологии станут неотъемлемой частью жизни современных структур. Ведь люди хотят себя отбезопасить от мошенников, коррупционеров, хотят научиться контролировать свою жизнь больше, чем когда-либо. А блокчейн – это первый и самый большой шаг к новой системе. Ну а на этом все. Спасибо, что послушали эту статью. Надеюсь, вам как и мне было интересно. Спасибо автору Сидбе, который написал эту статью на сайте dnsshop.ru. Ну а вы пишите в комментариях, что хотели бы еще послушать на нашем канале. Какие статьи, на какую тематику. Ну а если понравилось это видео, то ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на канал, чтобы поддержать его будет очень приятно, и мы будем выпускать больше классных видео. Все, пока.